Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Наверное, сначала расскажу немного о себе, ну или как я себя вижу. Из фактов это то, что мне уже 27 лет, до сих пор живу с родителями, никогда не работал, а близких друзей нет отношений тоже. Ну смотрите, что мы здесь видим? Во-первых, мы здесь видим то, что перед нами как будто бы расположены такие вот множество-множество лампочек, и мы не видим какой-то конкретной лампочки. То есть мы не застраиваем, не фокусируем своё внимание на какой-то одной лампочке, например. Мы застраиваем и мы не застраиваем внимание на одной лампочке, мы видим только свет. То есть мы не центрируем своё внимание получать здесь. Вот. А собственно это, на мой взгляд, и является первой такой, достаточно серьёзной, по моему мнению, проблемой. Вот. То, что вы не центрируете своё внимание. на чем-то одном, например. Вы говорите, что, наверное, может быть, да, да. Вот. То есть, ну как бы, по сути, не выбираете. Вот. По сути, вы не чувствуете того, что могло бы быть вашим выбором, что могло бы быть вашим решением. Что могло бы быть вашим, ну, приоритетом каким-то, скажем так, в данном случае. Вот. Вот. Это... Такой момент. Значит, следующее. Вы пишете мне уже 27 лет. Ну, чувствую, как будто вы опоздали куда-то. До сих пор живу с родителями, никогда не работала. Но вы знаете, это... Не о себе. Это больше не про себя. Я вот, ну, честно вам могу сказать, что не совсем это про вас. Не совсем. Это про ваш какой-то такой вот, может быть, социальный статус. Вот. Может быть, это... Про... Ну... Какое-то ваше положение, да? То есть, занятость, не занятость. Это не про вас. То есть, то, что у вас нет друзей, и не было отношений. Ну, вообще говоря, никак, собственно, вас не характеризует. Это... Ну, вот. Ну, по сути. Это, по сути, не даёт. Но... Но... Никакой информации. Овации. Вот. Поэтому... Вы оказались. Да. В такой ситуации... Вы оказались. Ситуации. Да. Неприятные. Безусловно. Но... Извините. А... Вас это не характеризует. Вот. Дальше. И старше застает двое племянников. Но, опять же... Это вас не характеризует. А... Как человеку тут можно сказать, что... А... Наличие сестры, старше, конечно... Накладывает определенный отпечаток. И... Как для психологов. Для нас это имеет значение. Что... То, что вы младше. Вот. Но... Это не характеризует, опять же, вас, как личность. Считают себя безобразные, ленивые, неорганизованные, не способные никого любить личностью. Да. Вот это уже больше про вас. А... Значит... Безобразность. Это... Оценивание и сравнивание. Лень. Это... По сути, проблема мотивации. И... Я бы сказал, даже... Искажение. Искажение... А... Это... Восприятие мотивации. Вот так. Я бы сказал. Восприятие. То есть, по сути, лень... Лень... Это... Мотивация наоборот. По сути. Это очень важно понимать. Что лень... Это... Это мотивация наоборот. Если бы лень была мотивацией, да? Ой, то есть, если бы... Если бы... Мотивация... Была бы... Была бы... А... Такой, скажем... Леньей, да? Просто вот... Ленья. Если бы... Мотивация была бы леньей... Что... Вот как раз... Вы смотрите на... Твою... Мотивацию... А... С... Точки зрения... Точнее... С позиции... Сзади. Вот. Не спереди. То есть, вы не видите ее... Направленности. Своей мотивации, я имею ввиду. К сожалению. Дальше... А... Не способен никого... Никого любить. Но это вот... Вы не любите себя. В данном случае. Что еще... Хочется сказать? Чувствуется, что у вас много агрессии... Много злости... И обиды. А также стыда. Вот. Вот... А... Я бы... Так... Сказал бы... Что... Первое... На сто... Ну... На сто я бы... Обратил бы... Ваше внимание, да? Это... То... Именно первое... Что... Что... Вам... Нужно... Ваши... Чувства... Которые... 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 Вот... У вас... Эээ... Ну... Есть... Он... Он из них прожит... Вот... Прожит свой счет... Прожит свой счет... Прожит свой счет... Потому что... Сейчас... Сейчас... Ваше не будет сейчас... Сейчас... Вас чувствует... Переполняет... Вот... Ну... 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 Как бы... Вы... Спрашивали... О том... Эээ... Что... Что... Вам... Дел... Делать... А... А... Вы... Спрашивали... О том... Что... Вам делать... А... С чего... Начать... А... Вот... Все... Как раз... Проживание... Э... Эмоции... А... Проживание... Чувств... Вот... С... Разделением их... Этих... Э... Эмоций... Вот... Со... Снижение... Со... Снижение... Э... Тонуса... Психо-эмоционального... Который... Сейчас... Вас... Заскаливает... Раз... Вы... Обратились... Вот... Э... 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 Ну... Как бы... Э... 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 Это как бы, манит. Дальше. Насад. Эм, даже как-то так, сколько себя помню, над сестой сцены сравнивали. Даже как-то несколько раз говорили, что они с ней набегались, намучились, а основной ничего такого делать не надо. Вот здесь интересный момент, на мой взгляд, интересный момент, потому что то, что вас сравнивали, это понятно, но, во-первых, вы соглашаетесь со сравниванием, а во-вторых, вы чувствуете определенный посыл, что родителям как бы тяжело. Да, было, было тяжело, ну, со старшей сеструю. С вами, значит, должно быть полегче. Это накладывает ответственность на... Например, будь у учебы или отношения, взгляд, приняли ошибки сестру и приводили как бы в сравнение, говорили, например, вот мы ее били, чтобы не распускалась, не дерзила, чтобы училась у тебя вообще, вообще не трогаем. Ну, это, опять же, звучит как угроза и как ожидание определенных раз. Мне постоянно было неловко, и у меня друг был неловко немного, почему-то ощущал стыд за сказанное родителями. А потом, если это нарушение личных границ, значит, хотели злость, которую вы себе запрещали, запрещайте и, соответственно, остыть. Как я перешла изначально в среднем классе, стала допускать ошибки в учебе, например, когда вначале не могли этого принять имени любого саму учителей, но когда поняли, что я в чем-то могу не разбираться, не требуется какая-то помощь. С другой стороны, это была какая-то катастрофа. Ну вот. Сначала, 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 получается, вас поднимают на пьедестал. Сначала вас поднимают на пьедестал. После этого, после того, как, ну, скажем так, вы доносите до людей, что можете ошибиться, и, соответственно, вас начинают недвергать. Вот. Значит, если меня о чем-то спрашивали, я не могла им тут же ответить или говорила, что не знаю, то в ответ шли не летные высказывания о моем уме, или иногда говорили, а что ты вообще знаешь? Ну, ответ с обеспечением. Стала бояться подходить, что-то спрашивать, пыталась разобраться сама, но ничего, ничего не выходило. Вот. Здесь интересный момент. Когда? Вы стали бояться конкретно. В итоге просто спешивать у одноклассников, не пытаясь разобраться в теме. Здесь пропадает интерес и мотивация. Когда, ну, постоянно вот за ошибку бежут. Так дотянуло до 11 класса. Почему? Обратите внимание, дотянули, да? Уже ничего не интересно. На протяжении всей учебы меня менялся вес, дополнялась и худела, но это понятно, психосоматика. Со стороны родителей, когда я поправился, мне запомнились такие фразы, как смотри на твои ноги, это не ноги, два спала дуба, ну и дальше. Вот. Не буду это читать. А вот в смысле запомнилось? Ну, то есть, в каком смысле это вам запомнилось? Что вы имеете ввиду, что запомнилось? То есть, вас что задело, вам было неприятно. Значит, поступил я в институт на заочное отделение. Оплачивали родители, почему заочное, почему заочное, всем это связано. Стало некомфортно и параллельно начала искать работу. При этом ничего не говорило родителям. Что именно стало некомфортно и что сподвигло вас искать работу. Но они об этом узнали. Помню, был сильный скандал. Почему я им ничего не сказала? Сейчас все было важнее и так далее. Ну, первый вопрос, как они об этом узнали? Вообще, такие вещи родители могут узнать только если вы не тщательно скрываете. И у меня есть ощущение, что в этом и втором случае вы подознательно хотели, чтобы они узнали. Хотели, чтобы вам разрешили ничего не делать. Но вы с этим, вероятно, не согласитесь. Таким образом, я ничего практически не делал до окончания института. Ну, я думаю, что вы особенно и не хотели. Тот, кто хочет, тот всегда найдет, что делать. Все эти дальнейшие попытки в период обучения найти работу. Либо просекались, либо говорили, что это опасно, что они справятся, но не получится. Опять же. С стороны родителей это та же самая модель поведения, что бывает всегда. С вашей стороны, это вот история про выигры. Ну, серьезно, какая разница, что они говорят? То есть, даже в этой истории, когда они говорили, типа, значит, что мы тебя обеспечим, ну, так ну и что дальше? Почему-то вас волновало то, что скажут родители. Такое ощущение, что вы хотите, ну, правильнее для них быть. То есть, вы им либо очень верите, либо зависите от их, ну, от них. Так, значит, отношения к учебам не осталось таким же. То есть, не вникало ни на что. Было по тщению. Как говорится, что будет, то будет. Что здесь важно? Ну, на мой взгляд. Что вы говорите, вот, про именно, именно отношения. Вот. То есть, ваши отношения. Само по себе, да? Ну, не существует. Не существует. Ну, само по себе. Вот. Вот. Это вы сделали так. То есть, вы как-то повлияли на своё отношение. Вопрос заключается только в том, каким образом. Так. Дальше. 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 Ага. Значит. Так. Сейчас. Мобиль. Так. Сейчас. Мобиль. В выпускной сходила по различным организациям. Но в итоге на себя был отказ. То ли я не умела и не умею преподносить себя. То ли нужен был опыт. У меня его не было. Ну, да. У вас какие представления для себя? Вы знаете, чего вы хотите? Ради чего вы это делаете? Почему? Вот первый вопрос, который задаёт интервьюер. Почему вы должны взять именно вас? Ну, вот. Ответь. 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 Ответь на этот вопрос. Ответь на этот вопрос. Родители слились на меня в доступ, что я не могу найти работу. Ставили прямо с сестрой. Вот она такая молодец. В семье была и работает. А ты даже работу найти не можешь. А в какой момент произошло переключение с сестрой на вас? Это первое. Второе. Как вы сами сейчас к родителям относитесь. Сейчас я продолжаю жить с родителями. Они уже не рассеют на то, что я буду когда-либо работать. Хотя я продолжаю поиски. Вам нужно искать. Вам нужно решить, чем вы хотите заниматься. Еще стало встанье от родителей искать работу не по специальности, чтобы просто начать хоть где-нибудь работать. Я думаю, что так могу больше находиться дома, а шея постоянно давлено. Так что вы можете выходить из дома не обязательно на работу. То есть, как бы... К сожалению, они опять все узнали. Сказали, что не хотят, чтобы я работал администратором только по своей специальности. Как они узнали? Значит, если я устроюсь не туда, куда они хотят, то обычно говорят, что может домой больше не приходить. А почему вы им верите? Что они сделают? Вот. Почему вас это останавливают? Могу сказать, что я чувствую себя как опоспошенный сосуд, который продолжает истощаться, как безвольно гуклы, которые только выполняют желания всех, но не свои. А какие они? Какие ваши? Ваши? В голове постоянно мыслить, что ничего не может. С вами это глупее среди статистического школьника, это не хуже. Первая курска, которая больше знает. Так, тут вы довольно много в раз причинуете. Я не буду говорить. Все. Скажу, что это агрессия у вас. Агрессия. Как будто мы с каким-то, ну прям, наслаждением. их перечисляют. Перечисляют. Дальше. Так. Есть у меня какие-то шансы, значит, что… Так, мне бы хотелось понять, что следует в первую очередь сделать, чтобы данное ощущение как-то начать прорабатывать. Ну, обратиться к психологу, то есть пойти на психотерапию, можно прямо здесь начать. Есть у меня шансы, что я смогу с этим справиться. Есть, только не справиться. Немножко потом по-другому. По-другому это работает через раскрытие. Или только останутся такой же, как и сейчас, слепо следует за кем-то, зависящий от кого-то и не способный положиться на себя, неуверенный в том, что смогла объяснить свой вопрос. Нет, это все зависит от вас. Вот, если пойдете на психотерапию, если психотерапия занят для вас мотивация, например, найти работу, вот, и другие приятные бонусы, то все вполне может измениться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.